Здравствуйте. Здравствуйте, дети галактики. Мы продукт космического расселения, человекоразумный. Мы продукт недавнего происхождения. Мы принесенный биовид на планету Земля. Мы не относимся к эволюционному процессу этой территории. К эволюции относятся животные и растительные миры этой планеты, что часто мешает людям осознать. Космос выращивает людей думающих, людей творческих, людей, которые будут вырабатывать инициативу развития. Простое животное стадо, которое живет, кушает, какает, космосу не нужен. Этот этап прошел. Есть мушки, мышки, собачки, кошки. Это они просто размножаются. От человечества требуется мышление. То, что развитие человека на этой планете невозможно в силу его физической невозможности соответствовать окружающей среде, что на этой планете невозможно начать первичный процесс развития материального мира, это, собственно, давно уже, так или иначе, с грехом пополам начинает признавать гуманитарные истории. Технарям это объяснять не надо. Это очевидно настолько, что даже не требует никакого доказательства. Но в данный момент я хочу коснуться одного интересного аспекта. Например, когда мы говорим о космическом расселении, то вот здесь нам понять приходится очень сложный такой вариант. Вот представьте себе, для каждой группы людей, которые заселяются на той или иной планеты, ну а за миллионы лет расселения люди уже привыкли к тому, что определенный этап развития проходит общество, но закономерность развития, она не меняется. Анекдот ситуации в том, что мы все знаем мир не по личному впечатлению. Еще раз вам хочу напомнить одну деталь. А вот если убрать средства массовой информации, у нас останется узкий спектр движений. Вот дом, соседи, дорогу, школу, постель, мечты, училищ, технику, вуз, семинары. Ну, как раньше, после работы, все. И вот дальше у нас остается, что у нас мы получали все наши представления еще до недавнего времени. Это что, газеты, журнал, книга, проза, стихи, инлюстрижный журнал. И вот из этих вот печатных изданий мы узнавали все об окружающем мире. Это еще недавно. И самое главное, что художественное произведение с 19-х до 30-х где-то годов не существовало разницы между такими понятиями, как фэнтези, нонфикшн, там, новоу. Это все один фиг. Если человек уже пишет, чтобы он не писал, если это не осмотр место происшествия, непосредственно труп, когда лежит на улице, то этой грани уже нет. Пограничный период, какой надо вписать выдуманное в прошлом, он и представляет интерес. То есть я как раз этим и занимаюсь. Мне просто любопытно найти нестыковки. Обычно занимаются многие люди. И вот на этой границе существует огромнейшее количество литературы, картин, романов, которые нам вписывают те события в реальность. Так вот, за все эти годы накопилось компьютерных программ много, которые просто создают эту историю. Сложность заключается увязать процесс начала развития вот этой новой цивилизации на планете и предыдущая история, которая сочинена. То есть на этом этапе нужно выдумать какие-то дворянские рода, которые будут иметь продолженность в тот период. Нужно уже заранее продумать постройку зданий, которые будут описаны. Вот это самый интересный процесс в пограничный период, когда в сознании вот этой части населения, которая начала свое развитие, заранее создается мифологема, образа, история. Она не проверяется, она не опровергается. Вы не можете быть свидетельцем событий, которые произошли даже, ну, от вас отходя назад всего лишь неделю. Вот даже событие час от вас, если вы лично не наблюдали, уже приобретает характер артефактуальных новостей. Это квази-история. Это объективный факт. Поэтому, естественно, вы не можете помнить, было ли нет то событие, которое описывает определенная группа людей. Вот так же, как прокол, этот, например, Петроград, Ленинград. Самый главный прокол. Там огромное количество гранитных групп, которые обрабатываются, или карбидами, или крошкой алмазов. Вот запомните, когда вы будете говорить сейчас про Ленинград, про всякий собор, как угодно. Самое сложное, не сам собор, а таблицовочные плитки, которые кругом по всему этому городу, облицованы каналы, облицованы здания. Потому что здесь вам надо сразу представить себе, оборудование несложное. Несложное. Но это уровень где-то в начале 20 века. Что такое карбид? Для обработки тугоплавки металлов, чтобы не останавливать производство на больших скоростях, создается победительная напайка. Ну, слышали такой термин, спросите у технореев. Это называется карбидом. Когда в кишнороде сжигается, запрессовывается, и у вас образуется, например, какой-то напайчик на резец, который позволяет каленую сталь обрабатывать на огромной скорости. Вот когда это было создано, техника, скорость обработки и вообще насыщение товарами, предметами началась с гигантской скоростью, потому что увеличилась скорость обработки. Вот одна напайка. Так вот, с этих позиций мы и смотрим. Гранит – это седьмой, восьмой класс прочности. Обрабатывать очень просто. Вот эти напайки, когда видите, победит его сверло, когда сверывают с перфорантом. Вот это и есть. Только увеличьте побольше. Вот этот перфоратор внедряется в любую гранитную клубу, в дырки. Маленький участок взрывчатки, взрывается блок, потом поднимаем теркер, ставим на вагон и везем на камнеобрабатывающий завод. Поэтому Питер элементарно сделает на нашем благополучном камнеобрабатывающем заводе. Лучше всего, что и делается во всем мире, берется алмазная крошка, заливается в сплав. Ну, в основном, это делается, знаете, латунно или даже медно. И там вот эта алмазная крошка по кругу пилы, сейчас уже даже продается в каждом магазине, ну, увеличьте эту пилу побольше. И вот эти алмазные пилы, или вот так крошка, или дисковая, спокойно, легко работают с этим гранитом. Вот весь Питер не является загадкой. Его надо делать просто на камнеобрабатывающих заводах, на которых созданы вот эти вот алмазные крошки, и станки с этими пилами. Вопрос возникает, куда они исчезнут. Но загадки в этом нет. Когда вы видите обработанный гранит, вы должны знать, это алмазная крошка, это станки, станки инструментальные, башдаш, как эту колонну. Если у вас в Питере 300 метров отступят от нее, стоят верфи, стоят заводы, вот, стоят цеха, в которых проковывают стволы линкоров, дальше их протачивают, сверлят, делают протяжку. И вот эти станки, ну, где-то, ну, может, пару сотен метров, в них запихнуть вашу колонну и за два часа ее проточить, это даже не то, что не проблема, это не разговор. Вопрос заключается в следующем, куда похи этот станок делал в стакане, и он не один там стоит. И куда делась доменная печь, мартеновские печи, потому что надо отливать вот эти чугунные станины до этих станков. То есть, должна быть уже индустриальная цивилизация, потому что отдельно с лоптями и хвостами сделать это нельзя. Поэтапно развиваясь, общий объем уровня позволяет совершенно спокойно. Ну, хотите работать с гранитом, не хотите бетонной, так сказать, от них идет, ну, давайте гранит, проблем нет. Поэтому, когда вы видите самое сложное в Питере, задавайте вопрос, самое сложное это вот плитка. То есть, это до такой уровня техника дошла, при которой вы начинаете, как шоколадки, пилить этот гранит вот на эти плитки. Вот плитка, гранит или базальт, вот это высший уровень, который человечество начинает применять к обработке вот этого тяжелых порог. Потому что большие блоки, это полбеды. А когда мы доходим до нормальной шлифовки, нормальной обрезки в размер, то есть у вас прежний строг, по камню, это нормальный рабочий инструмент. Куда дес это все? И вот мы стоим перед загадкой вот этой пограничной периоды. Питер, вот та самая накладка, тот самый турбион, убредить. Вот Питер представляет собой такую же накладку, как эти дурацкие пирамиды в Ягупице. Вот. И там гранитные блоки, где-нибудь ацтеки, которые не вышли на уровень производства железа. Нет. Кроме идеи приносить жертвы себе подобных, они воевали между собой, ловили жертвенных рабов и занимались культом смерти. Поэтому белок встретили абсолютно аналитические какие-то полуобезьяны, которые не умели даже, в общем-то, сделать колеса. А рядом стоят гигантские каменные, ну, из гранита и базальта сделаны сооружения культа, которые дураку понятны. Что на уровне начала 20 века делать очень просто. Еще нет этих штанков, их сделать невозможно. Надо один раз понять, вам нужны карбиды, то есть сжигание в кислороде, например, банали, какого-нибудь или боров, или просто алмазная крошка. Тогда вам надо выйти автоматически на... У нас две кемберлитовые трубки в мире есть, Якутия и ЮАР. Но в Якутии технических алмазов там раз сто больше. Вот якутскими алмазами можно улицы посыпать. Вот. То есть надо выйти на эти кемберлитовые трубки. Или выносные породы в Бразилии, или выносные алмазы в Индии. Но их очень мало. Выносные алмазы это редкое явление, их нельзя использовать так или иначе постоянно, слишком мало. А вот на якутские алмазы, которых можно из алмаза любой инструмент сейчас делать во все Ивановском, значит, кто-то вышел, значит, кто-то использует этой алмазной крошкой и занимается обработкой каменных пород. Поэтому любое здание, любого, какого-нибудь, 16-17-18-го, века, 19-го, могло быть создано, если там используются гранитные обработанные плитки, только при наличии механических средств начала 20-го века и никак иначе. Вот это главный аргумент обработки гранита тяжелых пород. Вот. Но это техническая особенность, на котором, конечно, тоже можно было зафиксировать внимание, поставить под сомнение и что у нас происходит. Ну, как правило, мало замечать, потому что внешний облик, например, Москва, вот она в основном кирпич использовалась. Здесь обработана на камне как таковой, нет. Есть такой белый камень, но это известняк, его можно простой ножок опилить, как ракушинка в Крыму добывается. А гранит, ребята, это не то. А Питер, это гранит. Москва, это старый добрый наш кирпич и деревярщик. Короче говоря, я вам расскажу одну вещь. Вот что такое статуи, которые стоят в луне, которые стоят антично все эти артнеты. Я, как приглотник, могу вам сказать, ни одну статую невозможно сделать руками. Любые ударные действия, вот эти пальчики, как он красавица, там Деметра или там какой-нибудь Дианы, когда она берет стрелу, или вот этот плащ, который в каменном виде обтекает руку, скажем, Аполлона Бельведерского, он невозможно в изготовлении. Мрамор очень хрупкий, его можно обрабатывать только одним способом, который я видел на своих глазах в демонстрации одной из германских северных вот этих земель. Там посадили девицу относительно симпатичную. Вокруг мне поставили лазер, значит, да, нет, в 75-м меня арестовали, это было за год до моего ареста. Значит, 74-й, правильно. Я всем привожу самый характерный пример. Сейчас поставлена память о жертвах политических репрессий. Я сам бывший диссидент, антисоветчик, получив реабилитацию в общем-то я реабилитированный жертвой политических репрессий. Но я вам скажу маленько, вот сейчас вспоминаете всех писателей, поэтов, диссидентов, антисоветчиков, которые писали великие пыточные такие-то системы, там, как ГУЛАГ, ГУЛАГ, НКВД, КГБ и так далее. И все вспоминают самую страшную пыточную тюрьму России. Вот я этот пример постоянно привожу, потому что я был в тюрьме под названием Лефортовского. Я один могу сказать, оно находится территорией авиационно-конструкторского бюро. Вы об этом читали где-нибудь в каком диссиденте? Нет? А почему? А как вы это не помните? Это вы должны были знать? У вас же адрес? ОС-148, СТ-40. Это адрес-то какой? Вот оно, авиамоторно. Это я еще живу там, кстати, как у меня странно живу. Так вот, я вам сейчас скажу маленькую деталь. Поставили стену плащ, и мы все им жертвы знаем штановских репрессий. Все они в этом прошедшем, иногда пытки, иногда, забивания насмерть на территории Лефонтской тюрьмы. Лефонтская тюрьма обладает одной особенностью. Она построена по такой схеме. Вот так. Вот здесь стоит регулировщик с красным и белым флажком, распределяя ведущихся на подследственных. Ну, это следственный залет. Чтобы, например, не стыковались по одному делу. Тогда он дает красный здесь, здесь белый флажок, а там заводят Г-образный вот такой вот как бы временный изолятор. Вот буквой Г. Что другое вы не слышали. Вот вы где, у какого писателя, у какого диссидента вы прочли вот про эту тюрьму? А эти люди были как диссиденты. А были вообще диссиденты. Поэтому, когда мы говорим, что можно совершенно спокойно выдумать гигантский пласт истории. Смотрите, 1974 год. И поставили гранитную чушку, и лазеры на моих глазах, на общих глазах, там кинокамеры стояли, где-то за пять минут создали портрет этой девицы. Я лично видел этот процесс. Вот так и создавались все вот эти штаты, потому что руками делать это невозможно. Мрамор не выдержит ударной нагрузки. А лазером совершенно спокойным и любым можем сделать изгибы. Вот такой же прокол город Петроград, где просто облицовочная плитка говорит, что на том уровне ее сделать невозможно. Можно, если рядом будут стоять станки соответствующие. Но вопрос с Питером вопрос открытый. Внимание, господа, значит, смотрите, а самое веселое, когда вы представляете, что часы базируются на отношениях вот этих шестеренок, то есть прием передающих рычагов, когда у вас анкер принимает. Так вот, запомните, самое веселое, это вот как резать эти зубы. Если вы смотришь шестеренку и смотрите, например, такая зуборезанная автомат, ну, советского периода, периода, сейчас скажу, ну, как говорится, 85-го года примерно, вот там двигается вот такая хреновина, которая, например, снимает маленькую строчку, вот, и там поворачивается, при этом еще идет отход от нее, а дальше и вот это идет поворот, все глубже, 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 нарезки заранее высчитываются вот эти отношения. Можно не такое сложно, то есть мы пропустили строганное, оттащили руками, опять сделали, но взаимоотношения вот этого поворота и нарезки, это уже такой степень точности, которая у нас заложена уже, когда мы начинаем ее долбить, вот это, срезать струбку, или то же самое мы делаем, если мы делаем проход фрезой, один хрен нам надо увязать по всему кругу взаимоотношения, которые станут едины во всей системе, то есть от стандартизации вот эти зуборезные, или у нас вот эти вертикальные проходские фрезные станки, или зуборезные автомат это просто конец, вот поэтому когда мы говорим вот сделать, вот чтобы станок это сделать, нужны другие станки, то есть вся индустрия станков, которая должна подойти к этому, к облачковым механизмам переходов, потому что для меня, например, самое сложное, всегда, представляете об этом, вот в Америке создали фанговые машины, которые делают женские чулки, насколько это немыслимо, по сложности, то есть вот когда вокруг нитки бегают, они свиваются с такой штуковой, но еще по форме, вот через такой уже порядок, чтобы сделать этот станок целой индустрии, высокоточной оборудованной, вот за кадром, когда у вас проходит, то есть если мы говорим о шестеренках, то вот эти типоразмеры, то есть уже расчетная база, вот эти зуборезные станки, то есть вся предшедшая индустрия, но выходе токарных станок, он проще, чем станки, которые его делают, по поводу музеев, все почему-то считают, что это своего рода как бы место для небожителей, последняя инстанция. Еще раз хочу напомнить, что если мы возьмем на вооружение, что создана группа людей, кем-то и зачем-то, которая продолжает нам вбивать в голову существование древней истории, то эти люди вполне естественно обеспечат необходимый набор всех так называемых артефактов в этих наших музеях. Единственное, что я своей заслугой ставлю, что я, по-моему, один из трех человек за последние сто лет вспомнил один маленький факт. Это просто один маленький факт. Силу того, что геология это наука, которая оперивает тысячами лет, по крайней мере, горы, которые существовали, я не говорю о возрасте человеческой цивилизации, здесь, но понятия земля, то это значит, что когда мы берем учебники геологии, вспоминаем, что только где-то в конце шестнадцатого, и то достаточно условное понятие, стали добывать кассетерит в Англии, провинции Корнолл, из которого выпаривается олово, то раньше этого времени никакого античного периода, например, бронзовых монет, бронзовых текелажей, где тучи, бронзовых пугольств, бронзовых фесов, не могло нигде быть. А еще учесть, что из центральной России, например, нет, никогда не было в природе, и тем более олово стали повозить в районе восемнадцатого века, то все, что мы туда зайдем, посмотрим, значит, сразу выкидываем бронзовые изделия, сразу выкидываем корабли, потому что нет бронзовых стягок, то есть заклепок, которые собирают эти доски. А так как вспоминаем, что только в Америке появляются в начале девятнадцатого века двухшпиндельные станки, позволяющие сделать глубокие сверления, то выкидываем сразу все мушкеты, которые там есть на свете, все пушки. И у нас остается, извините меня, каменный топор шкуры ближайшего бродячего мента, и убегающие, чтобы ему не набили морду, его академик пришила из этого музея. Выкиньте на помойку, хватит, пора расставаться с этой бредовухой. Пока мы не видим подтверждение промежуточного этапа, начала истории, мы так и будем опираться, но и будем задавать бесконечный вопрос. Когда вы увидите какой-нибудь артефакт, для меня главное, когда вы посмотрите просто-напросто на мушкет, а потом задайте вопрос, а на каком станке сверлили от мушкет? Все. Опять маленькая накладка. Во всех историях нашего описания прошлого у нас отсутствует. Знаете что? Как зажечь трубку? Вот тоже маленькая накладка. Есть пришествующий период, потому что зажигать лучше всего есть такой минерал, называется пилик. В нем очень много серы. Серый используется как раз для всей химической промышленности, когда нужна серая. Добывается в общем-то серая в чистом виде. Это где-то 5%. Ее почти нет. Когда люди прокалываются, что в России делали порох, вот там порох селита нет, ребят. В России не было ни одного на Евразии. Вот это мистер рождение в чистом виде серая. И вот перит, замки вот этих руглей, он дает по углеродистой станке, именно углеродистой, искру под 900 градусов. Вот ей можно все что угодно надо же быть и на шахте, на добычу. Ломоносов как трубку свою расходил. Петр Первый как какой-нибудь державин. Про монахи Пимена я не говорю. Значит, должен стоять человек с луком, крутить ее, и здесь на деревяшке пакали-шмакали зажигать, потом спички внести. Это надо описать. Вообще, как разжечь например, в хате крестьянской, дворянской, как угодно печку. Должна быть целая индустрия по подзаготовке чурбачков, чурочек, в которых где-то центральный гулядник наблюдает такие каторжники, которые постоянно рубят перед дрова и в горшочках глиняных разносят. Я в одном романе прочел фантастическом вот это такой модель. Поддержание огня, при котором кругом летают самолеты, бомбардировки, айфоны, айпеды, но зажигать нечем. Нет минеральных особенностей окружающего пространства. И нет. Вот фосфора нет, пилита нет, есть куча другого. И зажгите вы мне деревяшку и зажгите мне сигареты. Вот на этом есть прокол. Когда люди научатся мысли технически и понимают, что технологическая карта, например, это требует от руды для выпадки как угодно в создании станкоинструментальной базы, которая будет всего лишь пилить гранитную пылитку и облицовывать им город Ленинград. Я все сказал. Воины света, воины добра, охраняют лето, бьются до утра. Воины добра, воины света. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова